Как обеспечить инвестиционную привлекательность районов в Волгоградской области? Что могут предложить сельские территории потенциальным инвесторам? Разговор об этом шел сегодня на совещании губернатора с главами муниципалитетов. Привлечение капитала со стороны и реализация проектов необходимо, уверен глава региона. Это не только позволит районам увеличить доходы в собственные бюджеты, но и даст возможность повысить уровень жизни людей. Слово Станислава Лопатину. Большинство бюджетов муниципальных образований на сегодняшний день являются дефицитными. Найти новые источники доходов сложно, но вполне реально, считает в администрации региона. Для этого необходимо создавать условия для привлечения инвесторов на свои территории, предлагать им наиболее приемлемые варианты создания новых предприятий и подготавливать для этого конкретные площадки со всеми необходимыми коммуникациями. Главное условие – реализация проектов должна давать хорошую прибавку в местную казну. Под инвестиционными проектами администрация региона в первую очередь видит реальные проекты, увеличивающие доходную часть муниципального бюджета, а не строительство социальных объектов, увеличивающих расходную часть. Непонятно, чем руководствует муниципальная власть Дубовского, Укотовского, Нехаевского, Октябрьских районов подменяет инвестиционные проекты голым перечнем социальных строек за счет бюджетных средств. Пока, как отмечают областные чиновники, на данный момент лишь в ряде территорий достаточно серьезно относятся к привлечению инвесторов. Например, Фроуовский район, где местные власти собираются реализовать проект по созданию трех свиноводческих комплексов, или Светлоярский, на территории которого планируется открытие завода по производству поликристаллического кремния. Во многих других муниципальных образованиях чиновники предлагают либо неактуальные проекты, либо вообще проявляют полную пассивность, подчеркнул губернатор. Поэтому я хочу, чтобы не только, скажем так, большая часть руководителей районов работала в этом направлении, но и все вы, вообще все главы районов позиционировали свои районы как инвестиционно-привлекательные. В каждом районе есть своя фишка, в каждом районе есть что-то такое индивидуальное свое. Я имею в виду точка роста. Опираясь на нее, можно развивать экономику района. И вы все знаете о ней. В целях стимулирования инвестиционной деятельности на территориях районов было рекомендовано определить на местах наиболее привлекательные секторы экономики и рассмотреть возможность выделения площадок для развития новых производств. Со своей стороны администрация региона собирается не только контролировать эту работу, но и обещает в случае необходимости оказывать финансово-организационную помощь. Станислав Лопатин, Алексей Лунев, телекомпания «Ахтуга».